МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня с нашим гостем будем говорить о подготовке к переписи населения. Присоединяйтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начальник главного статистического управления Гомельской области Вячеслав Владимирович Перников. Родился в 1965 году в Гомеле. В 1989 году окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорина по специальности экономика труда. В 2005 году по специальности правоведение. Первое место работы – Гомельское станкостроительное производственное объединение имени Кирова. Далее работал в финансовом управлении Гомельского облсполкома, инспекции по Гомельской области, контрольные палаты Республики Беларусь, Комитете государственного контроля Гомельской области. В 2003 году занял должность заместителя директора Гомельского областного территориального фонда государственного имущества. На нынешней должности с 2012 года. Награжден медалью за трудовые заслуги. Свои вопросы Вячеславу Перникову вы сможете задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340 043. Сообщение можно отправить в Вайбер номер плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте, Ольга. И прежде чем мы перейдем к основной части нашего сегодняшнего диалога и к ответам на вопросы телезрителей, давайте посмотрим короткий анонс событий этой недели. 37-летний итальянец Александро Поци отправился в ваяж по Европе на мотороллере. Цель путешествия – сбор средств, помощь детям. На этой неделе волонтер посетит учреждение здравоохранения и образования нашего региона. Беларусьнефть приглашает в Клуб миллионеров. Во вторник, 20 августа, состоится масштабный пресс-тур по скважинам, которые за 55 лет нефтедобычи в Беларуси дали более миллиона тонн нефти. В общественной приемной Гомельской областной организации «Беларусь» на этой неделе жителям региона встретятся депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, 6-го созыва Олег Левшинов и Павел Жданович. Адрес – город Гомель, улица Ланге, 17, кабинет 305. Необходима предварительная запись. В среду, 21 августа, состоится мини-ярмарка вакансий. Сотрудники Управления по труду, занятости и социальной защите Горисполкома организуют мероприятия совместно с областной организацией Белорусского общества «Красного креста». Незанятых в экономике граждан ждут на Пролетарской 18 с 10 до 12 часов. В пятницу, 23 августа, в Мозорском районе стартует областной туристический слет работающие молодежи «Единство-2019», посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Участие примут команды всех районов. В программе спортивные и творческие соревнования и конкурсы. И еще одно важное событие ожидается на этой неделе, которое мы с вами не можем обойти вниманием, потому что это профессиональный праздник работников органов государственной статистики. Вячеслав Владимирович, я поздравляю вас и коллектив ваших сотрудников. Спасибо большое, Ольга. Пользуясь случаем, хотел бы в свою очередь поздравить всех наших работников, ветеранов статистики также, пожелать им, конечно же, успехов в труде, здоровья и работы на благо нашей Гомельской области. А впереди у коллектива огромный фронт работы, потому что в октябре в Беларуси пройдет перепись населения. Сегодня все нюансы мы постараемся рассмотреть. Мне бы очень хотелось призвать наших телезрителей, чтобы, если что-то их волнует, беспокоит, чтобы не стеснялись и задавали свои вопросы. Ну, самое первое, основное. Кого коснется перепись? Кого будут переписывать? Конечно, будут переписывать всех граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, гражданства, постоянно либо временно проживающих на территории нашей страны, а также граждан Республики Беларусь, временно отсутствующих на территории страны, то есть которые находятся за ее пределами. Но если люди находятся за ее пределами, то кто предоставит о них сведения, либо как они это могут сделать сами за себя? Дело в том, что они могут переписаться сами посредством сети в интернет. И кроме того, их родственники, а именно близкие родственники, то есть члены домохозяйства, вполне могут переписать, в общем-то, любого человека, который временно находится за пределами. Стоит отметить, что ни зарубежная командировка, ни отпуск за границей, ни работа, ни уважительная причина для того, чтобы проигнорировать перепись, либо нужно оставить соответствующее поручение своим домочадцам, чтобы переписали, либо не полениться зайти в интернет и сделать это самим. Но это, в общем-то, понятно. Пока не совсем мне понятно, как же организовать такой огромный фронт работы, так, чтобы все 9 миллионов человек были учтены. Какие данные о населении Беларуси планируется получить в ходе переписи? В целом, конечно, это очень большой объем разнообразной информации. Ну, например, в первую очередь, это сведения о численности населения, о его распределении по стране, кроме того, уровни образования. Вот ведь только перепись дает полную информацию и характеристику населению по национальному составу, по его образовательному уровню, по занятости населения, по языковой и этнической принадлежности, а также отражает жилищную характеристику и условия проживания населения. И в целом дает неоценимую информацию для науки, для изучения и развития демографических процессов. Ну, а в современных условиях в целом данные переписи, конечно же, используются органами власти для того, чтобы выстроить какие-то государственные программы, для того, чтобы определить строительство, например, медучреждений, каких-то образовательных учреждений, детских садов, школ и так далее. И кроме того, итоги переписи очень важны и для того, что мы будем иметь информацию даже по самому мелкому населенному пункту. И, в общем-то, эта информация будет использоваться достаточно длительное время, практически до следующей переписи населения. А это 10 лет ближайших. Да. Как будут сформулированы вопросы? Они будут предполагать развернутый ответ, ответ утвердительный, либо отрицательный, или же в форме какого-то теста нужно будет просто галочки расставить. По большей части вопросы, можно сказать, так будут предполагать именно ответ. То есть необходимо будет выбрать какой-либо вариант. Ну и хотелось бы тут отметить, что в программу переписи раунда 2019 года включены вопросы, кроме традиционных вопросов, которые, повторюсь, касались информации о человеке, его жилищных условиях, есть иного. Это вопросы миграционной активности населения. Спросят также о дополнительном образовании. Кроме того, спросят у женщин от 18 до 49 лет, планируют ли они рождение ребенка. Ну и в перепись населения впервые включены вопросы сельскохозяйственной переписи. Да, об этом мы уже наслышаны. Вячеслав Владимирович, ну а неужели настолько большую и значимую роль играет, есть ли у городского населения дача в том, как, собственно, население региона или страны обеспечено сельхозпродукцией? Дело в том, что переписчик в обязательном порядке спросит, есть ли у респондента, то есть у опрашиваемого гражданина, участок, и если есть, то что он на нем выращивает. Дело в том, что сельскохозяйственная перепись, она проводится в соответствии с рекомендациями продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, и по ее рекомендации раз в 10 лет. Наши соседи все по странам СНГ практически все уже провели такую сельскохозяйственную перепись. Вот отмечу, что Россия провела ее в 2016 году. Вот мы же в целях экономии бюджетных средств решили, то есть руководство страны решило, что необходимо провести перепись населения с включением вопросов касающихся сельскохозяйственной деятельности населения. А вот эти вопросы дадут ответы на то, насколько население участвует в продовольственной безопасности страны, то есть производит, сколько оно продукции сельскохозяйственного назначения, и эти данные станут основой впоследствии для проведения выборочных обследований домашних хозяйств. Кроме того, хотел бы отметить, что вся информация, которую мы получим в рамках вопросов, в том числе и вопросов сельскохозяйственной переписи, конечно же, она будет использоваться только в статистических целях. Ну, в продолжение этой темы давайте посмотрим сюжет. Я также хочу напомнить, что мы в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам, задавайте ваши вопросы. Всего полтора месяца осталось до важного республиканского события, которое коснется каждого проживающего в Беларуси. С 4 по 30 октября в стране пройдет перепись населения, лозунг компании, взгляд на настоящее, шаг в будущее. Предоставить информацию о себе и членах семьи возможно тремя способами. Например, прийти на стационарный участок, дождаться переписчика по месту жительства или, и это впервые, принять участие в переписи через интернет. В Гомельской области будут работать 1840 переписчиков. Каждый получит планшет с программой, в которую внесет информацию, полученную от респондента, и сразу отправит ее в Белстат. Кстати, прохождение переписи таким способом, в отличие от заполнения бумажного листа, втрое сэкономит время и займет всего пять минут. Пройти перепись самостоятельно через интернет также не составит труда. Сообщение от Белстата со ссылкой на сайт, где можно заполнить переписной лист, придет каждому совершеннолетнему жителю Беларуси. Участвовать в виртуальной переписи можно с 4 до 18 октября. С 21 по 30 по домам пройдут переписчики. Стационарные участки будут работать весь период переписной кампании с 4 по 30 октября. В области их будет 85, в том числе 26 в Гомеле. Если все-таки человек решит встретить переписчика дома, но волнуется, не мошенник ли пришел под его видом, можно позвонить в колл-центр Белстата, который начнет работу с 1 октября. Работники, задействованные в процедуре, должны иметь при себе удостоверение переписчика. Удостоверение действительно только при предъявлении паспорта. У работника с собой должен быть планшет и сумка со специальным логотипом. Чтобы защитить себя и имущество от действий злоумышленников, не впускайте в дом незнакомых людей. Что касается вопросов, на которые предстоит отвечать во время переписи, то максимально их будет 49. 10 лет назад было 37. Нынешний список содержит и абсолютно новые блоки вопросов. Составлены они просто и понятно, поэтому ответить на них будет довольно легко. Эту перепись, помимо основных вопросов, которые задают людям при проведении переписи, то есть это пол, гражданство, национальность, образование, на каком языке человек дома разговаривает, будут задаваться еще ряд вопросов, которые не задавались раньше. Например, у женщин старше 18 лет мы спросим, планирует ли женщина иметь детей. Также включен блок вопросов о миграционной активности граждан. Ну и, конечно, самое большое нововведение это в эту перепись включен вопрос о сельскохозяйственной деятельности. Номера телефонов колл-центра, подробности прохождения интернет-переписи и остальные нюансы переписной кампании станут известны ближе к ее старту и обязательно будут озвучиваться, в том числе, в СМИ. Вы смотрите диалог начальник главного статистического управления Гомельской области Вячеслав Перников. Сегодня у нас в гостях мы обсуждаем подготовку к переписи. Вячеслав Владимирович, расскажите, пожалуйста, подробнее, каким образом можно сделать выбор, как человек будет участвовать в переписи. Через интернет, прийти на стационарный участок, либо же дождаться переписчиков дома. Наверное, для того, чтобы эти переписчики знали, куда им стоит заглянуть, каким-то образом они уже должны быть об этом осведомлены, кто же их ждет. Как о своем желании заявить, как сделать этот выбор? Как уже прозвучало в сюжете, в ходе переписи населения, и как вот вы об этом уже отметили, три варианта будет. То есть, перепись населения посредством личного участия через сеть интернет. Кроме того, есть возможность прийти на стационарный переписной участок, пройти перепись там. И третий, это дождаться переписчика по адресу места проживания либо пребывания. По срокам, также в сюжете прозвучало это, с 4 по 18 октября будет возможность переписаться самому посредством сети интернет, либо переписаться на стационарном участке. После этого с 19 по 20 октября на стационарных участках опрос будет продолжаться. И одновременно будет проводиться актуализация списка адресов необходимых переписчикам для проведения последующего опроса уже непосредственно по адресам граждан. То есть, из списка адресов будут удаляться те адреса, по которым население уже переписалось посредством сети интернет и на стационарных участках соответственно. А уже с 21 по 30 октября переписчики придут, скажем так, в дома к респондентам, то есть, к нашим гражданам. И тоже, что вот немаловажно, конечно, это большое новшество посредством сети интернет переписаться. Для нас это вообще, для нашей страны, можно сказать, ноу-хау такое. И кроме того, возможность переписчику, то есть, члену, работнику, который будет проводить перепись посредством внесения информации о респонденте на планшет, действительно, это очень серьезная экономия времени. То есть, повторюсь, три варианта, которые определены законодательством, как любой гражданин, либо, повторюсь, опять же, не гражданин, постоянно, либо временно проживающий на территории нашей страны могут переписаться вот такими способами. А вот этот самый планшет сейчас у вас на столе? Да, вот это будет планшет. Вот так выглядит логотип, который обязательно должен быть? Значит, предваряя, может быть, вопросы телезрителей, возможно, кого-то заинтересует, что должно быть у переписчика, у переписчика должно быть соответствующее удостоверение, планшет и сумка, планшетная сумка с логотипом переписи населения. То есть, вот три таких предмета, которые в обязательном порядке у него будут. А перепись через интернет на каком портале будет проходить? Значит, будет проходить, будет страничка, то есть, вот как в сюжете тоже же прозвучало об этом, что каждый гражданин, 18-летний гражданин и старше нашей страны получит СМС-сообщение на свой мобильный телефон с указанием необходимости прохождения переписи и, соответственно, адреса этого информационного ресурса. Каким-то образом там нужно будет регистрироваться, либо это будет открытый вход? Я думаю, более точно мы будем знать об этом немножко позже, но, конечно, какая-то регистрация будет и хочу сказать, что достаточно серьезно в общем-то проводилась работа в части конфиденциальности личных данных человека, потому что он будет вносить свой идентификационный номер в паспорте для того, чтобы переписаться, для того, чтобы получить соответствующие потом коды. Ну, не будем предварять, наверное, дождемся мы немножко, буквально, я думаю, в течение каких-то трех-четырех недель уже будет более понятно. Ну, вообще, это, конечно, первое, что людей волнует, вопрос безопасности. Если данные личные о себе они отправляют куда-то через интернет, значит, нужно быть уверенным, что они не попадут ни в те руки, ни по тому адресу, и что они не будут раскрыты. Конечно, конечно. Поэтому одна из, ну, даже, можно сказать, главная наша задача обеспечить конфиденциальность данных. Вот. И в этой связи хотел бы сказать, что после того, как переписчик, опрашивая гражданина либо на стационарном участке, либо придя к нему по месту его проживания, нахождения, вот, он, передавая информацию, только как он ведет все данные, сразу уходит, эта анкета уходит на сервер Белстата, она шифруется, вот, в итоге, попадая на сервер Белстата для того, чтобы можно было задвоенность адресов, ну, если человек переписался, например, посредством сети интернет, а его переписали, например, родственники пришли на стационарный участок, либо каким-то другим образом, то есть, будет пофамильно, как бы, отсекаться это. То есть, кроме того, достаточно серьезно защищены сервера, поэтому конфиденциальность будет обеспечена в полной мере. А отсекать такие дубли будет система автоматически? Будет система автоматически, но вместе с тем, да, конечно же, автоматически, но вместе с тем. А как тогда будет выставлен приоритет? То есть, те данные, которые поступили первые, те данные, которые поступили от имени этого человека, я же, наверное, сама о себе заполню переписной лист, наверное, точнее, чем это сделает мой дядя или тетя. Ну, дядя или тетя ваши не смогут это сделать, только в том случае, если у вас общее домохозяйство, то есть они проживают. Если мы вместе живем. Да, проживают вместе с вами. Важное уточнение, то есть заполнить переписной лист можно только на того человека, с кем вместе ведете хозяйство, живете под одной крышей. Именно так. А как вы планируете принять участие в переписи? Наши корреспонденты поинтересовались мнением людей на улицах Гомеля. Я через интернет. Через интернет. Желательно домой. Почему? Ну, наверное, так удобнее. Наверное, ждать домой переписи. А почему? Ну, постоянно нахожусь на работе и нет доступа к интернету. Программисты, наверное, через интернет. Программисты – это я. Через интернет, наверное. Почему? Ну, удобнее, наверное, в нашей стране. Время, когда интернет на первом месте, как говорится. Ну, в принципе, не принципиально. Если даже придет домой переписчик, мы будем рады. Через интернет. Почему? Время у нас на технологии, все через компьютер, поэтому думаю, что через интернет будем проходить. Я думаю, что будем ждать дома, пока придут. Наверное, через интернет. Почему? А у меня сын занимается этим, поэтому нам так проще будет. Будем ждать переписчика домой. Почему? Ну, потому что лучше пообщаться с человеком, выяснить некоторые обстоятельства, которые возникнут в процессе разговора с переписчиком. Ну, и быть более глубоко в курсе дела всего этого мероприятия. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о предстоящей переписи населения, которая пройдет в Беларуси в октябре этого года. Вячеслав Владимирович, а стоит ли цель максимально популяризировать именно такой способ – онлайн-переписи? Ведь это удобно, это быстро, это, наверное, наименее затратно для всех участников. Значит, об этом люди должны знать. Ольга, я с вами согласен полностью. Действительно, это удобно, как вы сказали, наиболее, менее, вернее, менее затратно по времени, которое будет использоваться для заполнения переписной анкеты. Вот, кроме того, ведь переписную эту анкету можно заполнить в любое свободное время. И используя для этого любой мобильный телефон, либо планшет, либо персональный компьютер, либо ноутбук. То есть, ну, варианты, как… Пожалуйста, пользуйтесь любым средством, с которого вы можете выйти в интернет. Поэтому, конечно, в этот раз, в эту перепись впервые вот дана возможность нам посредством сети интернет. И, кстати, посмотреть, насколько, как мы себя заявляем, как айти-страна. Да, это, на самом деле, косвенно получим данные еще и об этом, об уровне развития нашей информационной культуры и грамотности. Вячеслав Владимирович, а как быть, если человек отказывается от участия в переписи? Он говорит, ну, не буду я рассказывать вам, товарищи переписчики, есть ли у меня дача и прочее имущество. Ну, возвращаясь к количеству способов переписи, мне кажется, наверное, человек может вполне найти время, чтобы переписаться вот одним из предлагаемых способов. И, кроме того, он же дает вклад в общую информацию. Поэтому, я считаю, это достаточно важно для каждого человека пройти перепись. С этим вообще очень сложно поспорить. Но как должен реагировать переписчик, если вот такой получает ответ? Иван Иванович Петров отвечает на ваши вопросы, не имея желания. Ну, переписчик тоже человек, конечно же. И я думаю, что он все-таки заинтересован, чтобы его труд прошел не даром, не впустую. Я думаю, что переписчик попытается убедить этого человека пройти перепись. Но определенными психологическими навыками нужно обладать. Но вообще это право, это обязанность участвовать в переписи? Вообще, во многих странах это обязанность участвовать в переписи. Ну, например, нашим законом о переписи населения определено, что гражданин не должен, вернее, респондент не должен препятствовать проведению переписи и должен сообщить о себе достоверные данные. Как узнается в мест размещения стационарного участка, если все-таки нет желания принимать у себя гостей или по какой-то причине человек не может пройти перепись через интернет? Тогда как узнать, куда же ему явиться для этого? Конечно же, мы определим, вернее, мы дадим эту информацию. Она будет размещена как в печатных СМИ, так и на сайте Национального статкомитета, на нашей страничке Главного статистического управления Гомельской области. Ну и я думаю, что не составит труда человеку заглянуть. Буквально, я думаю, ближе к переписи все эти данные будут опубликованы. Ну а переписаться человек, в принципе, имеет право на любом переписном участке стационарном, независимо, где он расположен. Например, в городе Гомеле этот участок, либо он в командировке находится, например, в Речице, либо в Минске, он вполне имеет право по всей стране переписаться на любом стационарном участке. Вячеслав Владимирович, кто выступит в роли переписчиков? Кто эти самые люди, с которыми мы будем беседовать октябрьским вечером? Да. Ну, в роли переписчика в соответствии с законодательством выступят работники государственных органов и организаций, общественных объединений, а также обучающиеся, получающие высшее и среднеспециальное образование граждане, которым исполнилось 18 лет. Ну, если говорить о городе Гомеле, кстати, в городе Гомеле это будет 598 переписчиков осуществлять, перепись населения, 598 человек, и это практически, ну, 97, наверное, 98 процентов это волонтеры из числа студентов вузов и СУЗов. Ну, и хотелось бы, конечно, отметить, что почему именно студенты, потому что они технически грамотные, могут работать как с планшетами, ну, с любым, в общем-то, устройством, ну, в данном случае с планшетами. Поэтому, я думаю, для них это будет достаточно просто именно работать с переписными листами в электронном виде, которые, соответственно, будут находиться на планшетах. Да, умные, легкие, мобильные люди, не обремененные еще заботами о семействе, свободные вечерами. На самом деле симпатичные, я думаю, что очень сложно будет отказать как раз симпатичному молодому человеку. Ну, а откуда такое количество планшетов для тысяч переписчиков по одной только Гомельской области? Практически все планшеты нам предоставлены в виде спонсорской помощи. Поэтому, ну, из бюджета на планшеты не затрачивали средства. Вячеслав Владимирович, а куда они отправятся по окончании кампании? В последствии, когда закончится перепись, они будут переданы учреждениям образования и учреждениям, и медицинским учреждениям. И будут работать, будут полезны, да, будут действовать. Сколько нужно времени для того, чтобы обработать такое огромное количество данных? Предварительные данные о переписи населения, которые мы получим, соответственно, которые будут обработаны, мы сможем их увидеть в феврале 2020 года. Скажем так, и основные итоговые данные мы увидим в июне 2020 года. А данные о переписи по вопросам, которые касаются сельскохозяйственной деятельности населения, мы увидим уже в феврале, 1 июля 2021 года. 1 июля 2021 года. Срок большой? Да, достаточно. Но дело в том, что серьезная трудоемкость будет по обработке данных этих, потому что, ну, очень много будет информации. Данные будут опубликованы? Да, конечно. Они будут в открытом доступе? Да. Находиться? Но я бы хотел отметить здесь, вот, возвращаясь к конфиденциальности, эти данные будут опубликованы, я имею в виду то, что касается в целом демографической статистики и в том числе сельскохозяйственных вопросов, они будут опубликованы в целом по району, по области, по стране. То есть, например, по улице, к примеру, Ленина в деревне Муляровка, значит, по такому-то адресу, конечно, этого никто не увидит. То есть, к чему, вот, в общем-то, и проводится сельхозперепись в том числе? Для того, чтобы определить вот это количество сельскохозяйственной продукции, которая получает население, вот, и потом в целом добавить его к тем итогам, которые, к той сельскохозяйственной продукции, которую производят предприятия сельскохозяйственные и получить итог соответствующий. Это, на самом деле, взгляд в наше будущее. И для того, чтобы знать, сколько детских садиков нужно строить на ближайшие 10 лет, сколько малышей в перспективе появится в том или ином регионе, сколько нужно больниц, сколько нужно места для учебы. И участвовать в переписи, предоставить данные, на самом деле, я думаю, что это наша обязанность. Для того, чтобы потом мы никого не могли винить в том, что что-то подрасчитали не так, и государство не обеспечило нас какими-то благами. Согласен с вами, Ольга. Перед основным этапом переписи уже пробный ее этап прошел в столичном регионе. Вы наверняка знаете результаты. Расскажите нам, пожалуйста. Да, действительно, осенью 2017 года проходила пробная перепись в Молодечно. И вот я хочу отметить, что очень интересный такой факт. Один из вопросов, который задавался респондентам, то есть гражданам, проживающим в Молодеческом районе, это был вопрос, если бы была возможность пройти перепись посредством сети интернет, то вы бы воспользовались такой возможностью. На что более 25% именно жителей Молодеческого района ответило, что да. Ну, это достаточно высокий процент. Если сравнивать даже с итогами переписи в других странах, там, где уже проходила перепись именно с возможностью переписи в сети интернет, то это даже очень серьезный считается такой процент прохождения переписи. Ну, он, наверное, несколько разнится все-таки по возрастным группам. Наверняка это молодежь будет более активно использовать такую возможность. Ну и плюс это все-таки столичный регион. Чем дальше, наверное, тем меньше населенный пункт, тем немножко будет эта тенденция меняться. Ну, и я думаю, что кто-то это мог бы сделать и в интернете, но просто хочется пообщаться с человеком, который придет, и можно будет с ним поговорить. Сейчас. Можно ли сказать о том, что подготовительный этап уже сотрудники органов государственной статистики прошли? Вы уже оснащены оборудованием, вы готовы? Вы сферили адреса? Знаете, все о населенных пунктах Гомельской области. Что еще? Какой еще фронт работы остался до старта? В настоящее время органы местной власти, а в соответствии с законодательством, им предоставлена обязанность по определению, в первую очередь, адресов стационарных переписных участков. Кроме того, подбор именно временного переписного персонала, вот, эта работа практически закончена. Конечно, дорабатываются еще списки, опять же, мы смотрим эти списки впоследствии с органами местной власти, с тем, чтобы не получилось, что, например, в состав переписчиков попадет, возможно, человек с каким-нибудь, возможно, таким заболеванием, которое не позволит ему, например, проводить перепись. Либо это будет, ну, возможно, женщина, которая вот у нее через какое-то время будет рождаться ребенок. Понятно, но тоже, что это не совсем правильно, потому что ходить по адресам, это достаточно сложно и, наверное, физически такое тяжелое дело. И психологически тоже, не каждому по плечу. И психологически, да, согласен с вами. Поэтому сейчас эта работа завершается. Ну, а что касается вот того, той подготовительной работы, которая в ноябре прошлого года проводилась, практически работники сферы ЖКХ участвовали в этой работе. Были отработаны адреса, кроме того, на здание наносились номера домов, названия улиц, с тем, чтобы впоследствии временный переписной персонал не запутался в жилых массивах, потому что в новостройках достаточно сложно найти там корпус 1, корпус 2, если не указана, соответственно, проблема. И то же самое были отработаны и, в общем-то, не только крупные города, но и малые, допустим, и городские поселки, и деревни. Почему? Потому что тоже пожилые люди, например, проживают. Тот номер давным-давно отвалился с названием улицы, достаточно сложно определиться. А если на нескольких домах нету, так вообще определи какой-то номер. Вот. Поэтому, конечно, работа очень большая проведена, и мы очень благодарны работникам ЖКХ за проведенную работу. Есть вопросы, которые пришли к нам на Вайбер. Давайте обратим на них внимание. В какой-то степени мы уже о чем-то говорили, можно коротко пояснить. Добрый день. Скажите, пожалуйста, какие будут вопросы задавать во время переписи? Как конкретно они будут сформулированы? Как вас зовут? Сколько вам лет? Какое у вас образование? Ну, фамилия, пол, возраст, образование, соответственно, источник доходов, вопросы. Вот мы уже их коснулись немножко. Это сельхозпереписи, то есть если участок, размер, например, сколько там деревьев, допустим, яблонь, там, 3 или 5. Ты указываешь, там, говоришь, 3 или 5. Сколько, например, там, метров квадратных картофеля ты засадил, огород свой, либо какие-то кусты, то есть смородина, возможно, какие-то еще там деревья и так далее. То есть, ну, в принципе, достаточно простые вопросы, и мне кажется, на них ответить достаточно просто. Ну, стоит и подготовиться. Конечно. Если есть участок, есть плодовые деревья, нужно знать, сколько их. Можно ли не отвечать на определенные вопросы? Если не ответить на определенные вопросы, то не получится сформировать в целом переписной лист, и он просто не уйдет. То есть на вопросы не уйдет. А вот в интернете, если где-то галочки не проставлены, не уйдет лист? Не уйдет лист, да. То есть нужно ответить полностью? Нужно ответить, да, на все вопросы полностью. Ну, я, честно говоря, вот мы участвуем в рамках единого информационного дня, да и не только, в общем-то. Приглашают организации нас на встречи с коллективами и достаточно часто задают вот этот вопрос. Ну, я хочу сказать, что мне кажется, как-то даже странно не ответить на какой-то вопрос. Ничего страшного, откровенного рассказывать о себе не понадобится. Тем более все будет обезличено, извиняюсь. То есть имени вашего даже никто знать не будет. Для органов статистики мы будем просто жителями города Гомелек. Для всех, не только для органов статистики. Такого-то возраста. Здравствуйте, как сообщить переписчикам удобное для меня время? Переписчик должен будет три раза посетить адрес. То есть если он первый раз пришел, человека не застал, он должен второй и третий раз. Будет на, в общем-то, все это время будет указано, когда он может посетить. Ну, я думаю, что человек вполне может оставить записку. Спасибо огромное. Начальник главного статистического управления Гомельской области Вячеслав Перников был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова